Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 5 декабря, попраство праздника Ведения во Храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и сегодня за богослужением Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла к фессалоникийцам или, как это звучит по-славянски, к Солунинам. Глава 2, стихи с 13 до конца главы и глава 3, первые 5 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. Отрывок, который предшествует сегодняшнему отрывку, был посвящен последним временам. И там говорилось о том, что перед пришествием Спасителя, перед его вторым пришествием, ожидается некие глобальные потрясения на земле, явление Антихриста. И на самом деле этот текст, мы уже говорили с вами о том, что он очень сложный для толкования, наполнен глубокими смыслами, и в то же время сложность его заключалась в том, что у нас нету иного контекста для понимания вот этого отрывка. Но он действительно был ужасный. Он действительно пугал своими бедствиями и теми событиями, которые будут предшествовать второму пришествию Спасителя. Но здесь же, сразу после этого отрывка, начинается наш сегодняшний отрывок. И вот что он говорит. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение духу, духа и веру истине, избрал вас ко спасению». То есть все то, что говорилось, это относится и относилось к людям неверующим, к людям, находящимся за пределами церковных границ, какими бы они ни были. Конечно же, за пределами границ и видимых, и невидимых, зримых, канонических и духовных. И вот, как раз таки, это некое утешение, некое утешение общине Фессланикской в том, что те скорби, которые описывались до этого, они не относятся к истинно верующим. Бог избрал их от начала. Здесь говорится об избрании, о том, что Бог не предопределяет, а желает всем спастись и прийти в познание истины. И Бог задумал свое домостроительство спасения рода человеческого. И фессалоникейцы, и язычники в их лице, бывшие язычники, они все включены в этот план спасения, домостроительство Божие. Но здесь есть не только действия Бога, но и действия самих людей. Как Бог определил их, и как это определение, как это избрание в Церковь Святую проявляется. Через освящение, пишет апостол Павел, через освящение Духа. И это то, что делает Бог через Иисуса Христа в Церкви, через таинство церковное. И веру истины. А вот как раз таки вера истины, это уже действие самого человека. Люди слышат проповедь, слышат весть, слышат Евангелие, и в них, в их сердце зарождается вера, и они отдают себя этой вере. Они не скрывают этот дар. Вспомните здесь, уместно вспомнить притчу о сеятеле, спасителе из Евангелии. Это те люди, которые действительно отдали свое сердце вере, вере в истину. И зерно проповеди упало на добрую почву их душ и сердец. Господь избрал вас ко спасению, которому и призвал вас, через что происходит призвание. Ведь невозможно предопределить, не сообщив об этом и не дав, скажем так, рычаги для осуществления этого спасения. И такими вот рычагами, если угодно, являются апостолы и все те, кто продолжают дело проповеди, все те, кто проповедуют, те, кто являют словом и, прежде всего, делом своим евангельскую весть. Нужно жить по Евангелию, и тогда это тоже будет действенной проповедью. Быть может, даже действеннее, чем просто говорить об этом. Который мы призвал вас благовествованием нашим. То есть, заметьте, вера, освящение духом реализуется через благовествование для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. И все это замыкается славой Господа, которая доступна и нам. Мы тоже являемся соучастниками этой славы, и в меру наших аскетических трудов, в меру нашего стремления веры и желания жить по Евангелию, мы освящаемся и приобщаемся славы Господа Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены или словом, или посланием нашим. Итак, здесь же мы видим тоже очень важный пункт о предании церковном. И здесь говорится о слове или послании. Здесь даже говорится о двух источниках предания. Предание устное, которое зафиксировалось в традиции, в традиции рукоположения, формы рукоположения. И в то же время традиции слова – это зафиксированное предание в текстах. И мы видим два источника предания церковного. И нужно в этом стоять. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение и вечную надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Дальше в третьей главе идет слово о молитве. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Итак, здесь идет речь о том, что апостол Павел просит, чтобы они молились о том, чтобы вера и благовествование распространялось так же хорошо, и чтобы везде почва сердец была такая же, как и в Фессалониках, чтобы зерно падало в добрую почву и возрастало, и чтобы люди лукавые, которые есть везде и всегда, не прилиплялись к делу проповеди и не мешали этому. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Итак, дорогие братья и сестры, дай Бог по молитвам святых отцов, Пресвятой Богородице, и по нашим грешным молитвам Господь управит сердца всех нас в любовь и терпение Христово. И таким образом, через смирение, мы прославим Господа нашего Иисуса Христа. Итак, молитесь, братья и сестры, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова